Мы рады приветствовать вас в нашей студии. И обычно беседы с экономистами упираются в сухую статистику, в академические сухие цифры. Но хочется поговорить о житейском и простом, поэтому начну с такого весьма волнующего, но в то же время обывательского повседневного вопроса. На освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей сегодня у людей появилась возможность продавать свой товар в Крыму. Люди везут его, и мы этому тоже очень рады. Но не появится ли на внутреннем рынке Крыма дисбаланс? И не помешает ли это местным производителям? Как вы считаете? Ну, нет, я не считаю, что будут какие-то помехи, преграды. Наоборот, я бы говорила о каком-то таком консолидированном сотрудничестве, коллаборации. Начнем с того, давайте начнем с того, что изначально традиционно между Крымом и Запорожской, и Херсонскими областями были тесные дружеские связи. В том числе и торговые, экономические, и в том числе и торговые. Мы все привыкли к уже такому мировому бренду, как мелитопольская черешня, да, херсонские арбузы, ну и так далее, и так далее. Да, конечно, с 2014 года мы, крымчане, были лишены, вот такой возможности у нас не было, да, и компенсация шла с материковой части, это, прежде всего, Кубань, Краснодарский край. Что может произойти сейчас? Ну, во-первых, то, что мы уже видим, да, уже с конца мая мы видим на своих прилавках фрукты, овощи с Херсонской и Запорожской области. По очень демпинговым ценам. Ну, цены, скажем так, они, да, они существенно ниже. Если говорить вот к той статистике, обращаться, о которой вы говорили в начале, то тот самый борщевой набор нам удается удерживать благодаря поставкам овощей и фруктов с Херсонской области на уровне прошлого года. В ряде городов он даже на 30% меньше, чем в среднем по Южному федеральному округу. Опять-таки, это обеспечивает нам и многообразие товаров, да, то есть у потребителя, у конечного потребителя есть возможность выбора. И мы говорим совершенно о другом качестве, о других сортах. То есть, в принципе, это все способствует развитию конкуренции на рынке. Последние два курортных сезона, ну, как минимум, это как раз-таки было то время реванш, когда Крым мог показать себя во всей красе. В первую очередь, гостевая сфера подразумевала развитие вип-направления. Мы, в первую очередь, премиум-сегмент, по оценкам специалистов, должны были расширить до такой степени, чтобы удовлетворить запросы, в первую очередь, тех туристов, которые были ориентированы всегда на зарубежные курорты. Как мы видим сегодня, абсолютно все сегменты востребованы, люди к нам едут. Как вы считаете, здесь вот как-то значение, опять-таки, курортного сектора для Крыма насколько стало существеннее при условии того, что у нас появились автотуристы при развитии внутренних автодорог и внешних, в том числе и железнодорожной ветки. По-прежнему ли бюджет формируется, исходя из этих доходов и отчисления от отдыхающих? Или же все-таки мы в этом деле не преуспели? Как вы считаете? Если мы говорим про предыдущие периоды, то, конечно же, мы преуспели. Мы видим положительную динамику по количеству туристов, прибывающих в Крым. Ежегодно мы смотрим отчеты, мы видим, что динамика это явно положительная. Мы говорим о росте качества обслуживания нашего потребителя, нашего туриста. Мы читаем отзывы, мы следим за статистикой, мы видим, что мы динамично развиваемся вперед. Относительно этого года, этого сезона, я думаю, что он такой тестовый для всех участников санитарно-курортного рынка, не только в Крыму, но и, скажем так, для Сочи, для материковой части России, для Краснодарского края. Мы посмотрим, что называется, что будет дальше. Потому что сейчас, да, надежда у нас вся на того туриста, который приедет на своем автомобильном транспорте, у которого есть такая возможность, который готов ехать, потому что мы знаем, что не каждый турист готов приезжать на автомобиле. Люди привыкли к хорошему сервису, прилететь на самолете, достойный трансфер, да, не ехать несколько дней в дороге, достаточно тяжелая процедура, но, тем не менее, мы надеемся, что этот сезон тоже будет благоприятным. У Крыма появилась, опять-таки, очень интересная и важная миссия в плане импортозамещения. Как только заговорили о том, что у нас не будет итальянского пармезана или французских устриц, рынок внутренний российский тут же откликнулся предложениями. Оказалось, что у нас прекрасные и черноморские, и сахалинские устрицы, и, скажем, молочная продукция внутренняя тоже замечательная. А вот в этой части у Крыма есть возможность тоже показать себя во всей красе и перспективы, как вы оцениваете? Перспективы самые высокие, самые радужные. Не только есть возможность, а на самом деле уже сейчас идет развитие. Благоприятным фактором к развитию тех отраслей, которые вы упомянули, является возобновление подачи воды через Северокрымский канал. Пришла большая Днепровская вода, и это самым положительным образом сказывается и на животноводстве. Отсюда наши сыры известные, молочные продукты. И мы стали опять выращивать рис. То есть мы опять имеем возможность выращивать вот этот известный всем крымский рис. Один из лучших в Советском Союзе. Один из лучших, да, по крайней мере. Очень известный и любимый многими. Рис благодаря Северокрымскому каналу, благодаря тому, что вода теперь опять вернулась. То есть есть все перспективы. У нас с каждым годом порядка 20 появляется новых брендов сыроварни. У нас есть рыбное хозяйство, оно развивается очень большими шагами. То есть волноваться Крыму в этом плане вообще абсолютно нечего. Я думаю, что мы достойно идем к импорту замещению. И крымский бренд, он станет вскоре очень известным и востребованным на рынке России. Елена Рустамовна, я благодарю вас за эту приятную беседу, определенно важную и значимую. Ну и почаще бывайте у нас в гостях. Всего вам самого доброго. С удовольствием. Спасибо.